Тема моего сегодняшнего доклада — это участие ороксинсодержащих нейронов гипоталамуса в механизмах реализации функций центральной нервной системы. Вообще, надо сказать, что 2018 год для такой системы, как ороксинергическая, является юбилейным, поскольку ровно 20 лет назад эта система была открыта в Америке практически одновременно двумя группами исследователей. Мы же начали заниматься этим немножко позже, но за практически десятилетия изучения этой системы мы старались охватить практически все звенья, касаемые эффекторных влияний этой системы, в реализации различных функций центральной нервной системы. Надо сказать, что первоначально открытая система ороксинсодержащих нейронов была отнесена к нейромедиаторным системам, регулирующим аппетит. Но буквально через год уже стало известно, что эта система является главной, практически одной из главных в регуляции цикла сон-бодрствования. И в частности, именно дефицит ороксина в ороксинсодержащих нейронах приводит к развитию такого тяжелого заболевания, как нарколепсия, проявляющегося в катаплексических приступах, в сонливости и снижении трудоспособности, вплоть до инвалидизации. В нашей работе, работах нашего отдела, это было одним из таких ключевых направлений, мы изучали ороксинсодержащие нейроны. И в частности, было установлено, что они обладают высокой степенью дивергентности. Вся популяция нейронов, эта дивергентность проявлялась как в рострокоудальном направлении, так и часть популяции нейронов в различных зонах, структурах. Также обладала очень выраженной дискретностью. Мы измеряли и оценивали, насколько могут изменяться эффекторные влияния, оказываемые этой системой, на другие структуры центральной нервной системы через рецепторный аппарат. В частности, мы также смотрели, как меняется синтез самого продукта, то есть ороксина, ороксина-Б и их предшественников. Также мы смотрели, как отличаются функционально ороксин-А и ороксин-Б и обнаружили очень много эффектов и их дивергентное значение при ответе и при формировании функции иммунной системы. Первоначально можно сказать, что ороксин-содержащие нейроны относили к системам, которые регулируют буквально все. Найдено было также, что они участвуют в терморегуляции, в функциях иммунной системы, в функциях репродуктивной системы. И была такая путаница, и очень много было противоречивых данных. Одни говорили, что они активируют одни процессы, другие относили их к стресс-реализующим системам. Тем не менее, накопленные в последние годы, буквально последние несколько лет данные, существенно расширили понимание о вкладе этой уникальной, на мой взгляд, системы в реализации функции центральной нервной системы. Известно, что основными источниками афферентных сигналов, которые получают ороксин-содержащие нейроны, это является парабрахиальный комплекс, латеральное-медиальное ядро, которое находится в стволовой части мозга. Эти нейроны синтезируют глутамат, который активирует ороксин-содержащие нейроны. Структурой же, которая тормозит активность нейронов, является нейронами вентролатеральной приоптической области, которые синтезируют гамма-аминомасляную кислоту. Тем не менее, ороксин-содержащие нейроны обладают высокой степенью спонтанной деполяризации. То есть фактически это автономная структура, которая каким-то образом активируется в состоянии бодрствования и продолжает деполяризовываться в течение всего состояния бодрствования, активизируя или запуская какие-то другие процессы. На этой иллюстрации показано, какое количество различных центров затрагивает эффекторное влияние, оказываемое системой ороксин-содержащих нейронов, которое в основном ограничивается влиянием на аминергические системы. В частности, здесь показана система гистаминергических нейронов, дофаминергических нейронов в вентральной тегментальной области, серотонинергические нейроны в ядрах шва. И также практически треть проекций, которая образуется группой нейронной синтезирующих ороксин, приходит к норадренергическим нейронам локус цирлеус. Показано, что интенсивность деполяризации ороксин-содержащих нейронов подвержена суточным колебаниям. И, как я уже сказала, максимальная выраженная активность этих нейронов в основном во время бодрствования. Во время сна ороксин-содержащие нейроны не активируются. Высказывались предположения о том, что они каким-то образом связаны с супрахиазматическими ядрами гипоталамуса, однако прямых таких связей обнаружить не удалось. Тем не менее, повреждения этого ядра чаще всего приводят к тому, что исчезает суточная вариабельность выброса ороксина нейронами гипоталамуса. Несмотря на такую противоречивость и сумбурность, ороксин-содержащие нейроны являются уникальной структурой, которая является медиаторами. К ней истекается информация обо всех вегетативных изменениях, обо всех изменениях уровня метаболизма, обо всех изменениях, касаемых психоэмоционального статуса. И эти нейроны реагируют активацией при пробуждении на широчайший спектр различных стимулов, таких как гипоксия, гиперкапния. Даже минимальные изменения концентрации кислорода, водорода, обычно очень избыточно, так скажем, активируют ороксин-содержащие нейроны. Также сюда можно отнести такой стимул, как голод. Практически все стрессорные гормоны активируют. Эту систему и все виды острого стресса вызывают активацию и повышение спонтанной дополяризации ороксин-содержащих нейронов. В то же время существуют факторы, которые ингибируют активность этих нейронов. И эти факторы, как правило, приводят к тому, что появляется сонливость, снижение познавательной, моторной активности. И как раз эти факторы чаще всего связаны с насыщением, с удовлетворением репродуктивных функций, с повышением уровня различных серотонинов, канабиоидов, энкефалинов. То есть при подъеме настроения, при ощущении эйфории, как правило, подавляется активность этих нейронов. В частности, также известно, что при хронических стрессах, при боли хронической, при накоплении аденозина существенно снижается активация этих нейронов. Таким образом, можно сказать, что ороксин-содержащие нейроны имеют огромнейшее количество рецепторов, и они такие собиратели информации, которые в конечном итоге, уже, так скажем, собирая вот этот всеобщий сигнал со стороны внутренних сред и внешних сред организма, является такой тюнинг системой, которая адаптивно подстраивает активность других аминергических систем и посылает свои активирующие влияния практически ко всем структурам центральной нервной системы. Вот одной из таких уникальных особенностей этой системы является участие ороксин-содержащих нейронов гипоталамуса в механизмах обучения, запоминания, а также, к сожалению, формирования аддикций. Вообще, ороксины, и в частности, вот некоторые из рецепторов к ороксину, через которые, кстати сказать, и опосредуются механизмы формирования памяти, запоминания, формирования бондинга или тесной связи с потомством, они появляются в основном эволюционно уже у плацентарных. И возможно, что вот участие ороксина совершенно четко показано, что при нарколепсии не формируется привыкание к большинству наркотических препаратов. И такой интересный эффект как раз обусловлен тем, что именно в присутствии ороксин-содержащих нейронов формируется доминанта. Именно в присутствии ороксин-содержащих нейронов меняется пластичность и склонность к длительному потенциированию сигнала на дофаминергических нейронов, куда приходят проекции ороксин-содержащих нейронов. И именно ороксин-содержащие нейроны опосредуют формирование вот этой вот цепи, которая в конечном итоге приводит, например, к возникновению психофизической зависимости от каких-либо наркогенов. Тем не менее, это изначально, конечно, полезное свойство ороксин-содержащих нейронов. И таким свойством они обладают благодаря особому строению на своих мембранах. Поскольку в данный момент к системам, которые участвуют в запоминании, к формировании условных рефлексов, уже можно с уверенностью отнести ороксин-содержащие нейроны, здесь особо стоит отметить способность этих нейронов к пространственной реорганизации своих синапсов. Пространственная реорганизация синапсов меняется под воздействием различных меняющихся условий среды. При предъявлении повторных стимулов так было показано, например, что у животных при повторном голоде или при повторном ограничении пищи усиливается потенцирование сигнала и усиливается восприимчивость именно ороксин-содержащих нейронов к тому глутамату, который приходит и ко всем другим активирующим влияниям. Показано, что на ороксин-содержащих нейронах в основном локализованные рецепторы на мембранах глутаматергические. Их практически в 10 раз больше, чем всех остальных рецепторов. Глутаматергические рецепторы в основном представлены двух типов. Это МПА-рецепторы и НМДА-рецепторы. НМПА-рецепторы в основном доминируют на ороксин-содержащих нейронах, что и обуславливает их высокую сензитивность, высокую способность реагировать на любые сигналы и на любые изменения, касающиеся каких-то изменений в клетках центральной нервной системы. Вот здесь показано, как вообще взаимодействуют между собой эти рецепторы. Сам по себе МПА-рецептор может запускать ионы натрия практически при минимальных активирующих влияниях. Что касается второго рецептора, то тут все не так просто, и он может обучаться только в случае каких-то сильных воздействий, которые приводят к тому, что при высоком поступлении натрия в клетку ионы натрия могут поступать и также через закрывающиеся NMBA-каналы. И в частности, именно в арксинсодержащих нейронах вот такое повторное усиление сигнала приводит к тому, что на мембранах начинают образовываться новые МПА-рецепторы. Вот я не знаю, будет ли кино. Вот здесь показан процесс экзоцитоза, визикул с АМПА-рецепторами. Арксинсодержащие нейроны настолько чутко реагируют на любые изменения, что они мгновенно, практически пространственно реорганизовывают мембраны. И на этих мембранах выставляются рецепторы, которые, опять же-таки, усиливают восприимчивость арксинсодержащих нейронов, глутамата, который приходит и к другим источникам, активирующим действия. Вот такой вот механизм долговременной потенциации – это не единственный способ, каким вот эта вот уникальная система может регулировать свое участие, свои эффекторные влияния, оказываемые на другие аминергические системы. В частности, внутри самих нейронов также может изменяться уровень синтеза белка НАРП. Этот белок – пентроксин, кодируемый одним из генов раннего ответа. И этот белок участвует в процессе формирования каймленных ямок и, так скажем, в кластеризации АМПА-рецепторов. То есть, усиление синтеза этого белка чаще всего приводит к тому, что улучшается процесс кластеризации и закрепления АМПА-рецепторов на мембранах арксинсодержащих нейронов. И, наконец, одним из последних таких вот работ, это года, это 2017 года, было установлено с помощью конфокальной микроскопии и тройной иммунофлюоресцентной метки о том, что вот аксосоматические характеристики нервных окончаний, которые заканчиваются на арксинопозитивных нейронах, также могут изменяться. И эти изменения осуществляются благодаря локальному, циркодианному, разному характеру синтеза тех или иных транспортеров и тех или иных каркасных белков. Так, например, показано, что в ночное время, когда животное, в общем-то, активно, у него преобладают возбуждающие синапсы на мембранах, которые выставляются и затем убираются в светлое время суток. Вот такая вот пространственная реорганизация является практически уникальной, и для других систем на сегодняшний день она просто не продемонстрирована. Наконец, существует еще один способ, каким ароксины могут оказывать такое вот явление, как адаптивная подстройка. При сильных воздействиях существует коррелизинг ароксина и глутамата. Так вот, ароксин и глутамат, упаковываясь в разные визикулы, выделяются из одной терминалии. Как правило, при сильных воздействиях и при сильном уровне активации ароксин, содержащих нейронах, выделяется и ароксин, и глутамат. Когда же воздействие не сильное и когда раздражение не столь сильно, то терминалями высвобождается только глутамат. И еще один такой интересный способ, каким ароксин, содержащие нейроны, могут помогать себе в том, чтобы обеспечивать такую непрерывную, так скажем, даже бесперебойную, способность к спонтанной деполяризации, и к автономной работе, даже в отсутствии кислородных форм. Это их вот такая кооперация с астроцитами. Вот здесь на рисунке показано их взаимодействие с астроцитами. Ароксин, содержащие нейроны, активируют астроциты, выделяя глутамат. А астроциты, в свою очередь, выделяют ионы водорода и лактат. Лактат и ионы водорода, попадая внутрь ароксинов, с помощью различных реакций приводят к образованию перувата и к дальнейшей цепи реакции с образованием 38 молекул АТФ. Таким образом, сами же ароксины в отсутствии кислорода при гипоксии, при гипогликемии могут использовать альтернативные источники энергии и убрать вот этот вот этап гликолиза вот просто за пределы клеток. Таким образом, обеспечивая, в общем-то, себе, так скажем, улучшение деятельности в таких вот условиях. Плюс отдельно стоит упомянуть, что ароксин, содержащие нейроны, могут сами синтезировать транспортные белки, которые связывают глутамат. И известно, что, например, при ишемиях, при различных травмах, когда повышается глутамат, ароксины способствуют тому, что именно в данных условиях синтезируют этот визикулярный транспортёрный белок, они захватывают этот глутамат и таким образом спасают клетки, близлежащие клетки от гибели или от каких-то других повреждающих эффектов гипоксии либо гипогликемии. Таким образом, основная функция ароксин, содержащая системы мозга, которая, надо сказать, появилась уже позже аминергических систем, это поддержание вот того уровня поведенческих и физиологических проявлений во время пробуждения и водорствования, которые соответствуют физиологическому состоянию организма и текущим условиям внешней среды. И вот возможные механизмы, здесь вот я кратко перечислила, которые, с помощью которых можно модулировать эффекторное влияние ароксин, содержащих нейронов, это вот те механизмы, которые черным, это которые мы, в общем-то, нам удалось каким-то образом исследовать, а вот остальные появились буквально несколько лет вот такой активной работы. И надо сказать, что несмотря на такой вот активный интерес, несмотря на то, что это, в общем-то, система очень важная, существует очень много моментов спорных, и в частности, вот науке еще предстоит решить, каким образом, допустим, вот второй тип рецепторов, который проявляет одинаковую степень афинности к ароксину А и к ароксину Б, все-таки в реакциях выбирает ароксин Б и запускает, допустим, тот же стероидогенез по другому пути. Или еще одним из таких вот интересных факторов является то, что эволюционно, вот, как я уже сказала, появление первого рецептора к ароксинам было, появление у него было у плацентарных, и вот, возможно, это каким-то образом работа в этом направлении также поможет бороться в разработке методов терапии, каких-то вот методов терапии. формирование аддикции. Вот, в общем-то, все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание.